Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Что ты скажешь ему, когда он тебя встретит За порогом земной суеты Что в смятении ему Твое сердце ответит В миг, когда перед ним будешь ты Что ты скажешь ему, когда он тебя спросит Спросит, может, лишь взглядом от них И от взгляда его Словно ноги подкосит Устоишь ли тогда перед ним Что ты скажешь ему, что ты скажешь ему Что ты скажешь ему Что ты скажешь ему Что ты скажешь ему В день, когда он откроет Твои тайные мысли и дела Кто тебя самого От себя же укроет Не найдешь ты такого угла Что ответишь ему Когда он тебе скажет Что любил тебя Что любил тебя, ждал и терпел И откроет всю жизнь И мгновенье покажет Как ты слушать о нем не хотел Что ты скажешь ему 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 За порогом земной суеты Что ты скажешь ему 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 21 век принято называть эрой информации. Во всем мире кричат о невиданном прогрессе в коммуникациях, которые соединили в единое целое континенты. Мир попросту стал глобальной деревней, где информация распространяется со скоростью звука. Казалось бы, человечество достигло такого прогресса, больше которого даже представить страшно. Наше столетие вроде бы далеко ушло от картинок о всяких там пятикантропах в учебниках по биологии. Теория эволюции со всеми ее первобытными инстинктами будто бы осталась далеко позади. Да вот проходишь мимо газетного киоска, где на витрине все сплошь залеплено иллюстрациями из Камасутры. Или проезжаешь мимо бигборда, на котором красуется почти голая девица, и все становится ясно. Нашему обществу присущи все те же инстинкты, как их принято называть самосохранение, продолжение рода, только в еще нижайшей, брутальнейшей форме. Человечество только сейчас вступило в эпоху инстинкта, когда предметом поклонения является тело. Говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. И это правда. Даже более того, если брать власть в ее истинном смысле, то можно сказать, кто владеет информацией, тот владеет душами. Телевидение, пресса, радио имеют сильное влияние на внутренний мир человека, потому что имеют власть диктовать ценности. Сейчас растлением душ веет отовсюду. От той же рекламы, которая преследует тебя, куда бы ты ни пошел. От обнаженных тел на глянцевых журналах и даже на кроссфордах, которые наводнили рынок прессы. Настоящий глянец возник после Второй мировой войны, когда началось господство транснационального или космополитического сознания. К примеру, название одного из наиболее популярных журналов, Cosmopolitan, означает «свободный от национальных предрассудков, изысканный, изощренный». Философия глянца простая и незамысловата, и одним словом определяется как просто гламур. В переводе с английского гламур означает шарм, обаяние, привлекательность. Однако в среде глянца слово гламур получило несколько приземленный смысл. Это философия инстинкта, роскоши и тела. В наше время нравственные понятия сильно смещены и переиначены. То, что когда-то называлось стыдом, теперь зовется комплексами, от которых нужно избавляться. То, что раньше считалось развратом, теперь гордо именуется любовью. Полстолетия безбожие в Советском Союзе создало благоприятную почву для нашествия подобной пошлости сейчас. Оно создало тип человека-потребителя, лишенного каких бы то ни было духовных вопросов, человека, не имеющего страха Божьего. Индустрия глянцевых журналов довольно дорогостоящее дело, требующее обильных инвестиций. И на сегодня практически ни один из этих дорогих проектов не вышел на уровень самоокупаемости. Странно, что несмотря на это, глянцевая индустрия набирает все большие обороты. На что же рассчитывают западные инвесторы? Они рассчитывают получить отдачу от своих капиталовложений лет через 10. Тогда теперешнее юное поколение, которое ныне тщательно обрабатывается этими журналами, будет окончательно развращено. Все начинается с подростковых или молодежных версий того же глянцевого журнала, которые сейчас более чем доступны. Многие из них по цене одной или двух пачек мороженого. Кроме того, там уже на самой обложке написано что-нибудь любопытное про это. А если еще добавить, что все школьные подруги уже давно читают такие журналы, то что может в принципе удержать от них подростка, если он уверен, что это нормально и современно? Купив сегодня подростковую версию, через несколько лет он найдет деньги и на взрослую, потому что глянец станет неотъемлемой частью его еле сформировавшегося мирка. Самое страшное происходит, если подобная бомба замедленного действия попадает в руки ребенку от 9 до 16 лет. Глянец слишком рано выбрасывает на него кучу пошлой и часто извращенной информации о мире. Ребенок в этом возрасте еще просто не знает, что делать с инстинктами, которые она пробуждает. И эти ненужные познания оседают ядовитым осадком в его душе, начиная отравлять его внутренний мир. Скажем, девочка читает о методах обращения мужчин, о секретах эротического макияжа или массажа, об абортах, и думает, что именно такой должна быть взрослая жизнь. Ребенок или подросток еще недостаточно опытен, чтобы понять качество влияния подобного чтива. Мы говорим, что литература должна поднимать читателя до своего уровня. Но в глянцевом журнале заметна умышленная тенденция опустить читателя, навязать ему свой язык, культуру, юмор, систему ценностей, способ обращения с людьми, в частности с родителями. О каком уважении к родителям можно после этого говорить, если они в журнале именуются презрительно предками? Журнал хочет видеть своих читателей зацикленными на половых отношениях, своей внешности, диетах, моде, то есть людьми с полным вакуумом в душе, пустыми созданиями, которыми легко манипулировать. Разве гармоничному человеку будет интересно читать пошлые истории о молодежных кумирах, которые пренебрежительно относятся к своей семье, разводятся и женятся по 10 раз? Разве будут его захватывать истории о звездах, которые то и дело напиваются, или их уличают в употреблении наркотиков, или они выпрыгивают из сотого этажа своего роскошного пентхауса, потому что не было у них счастья в жизни? Подростки просто проглатывают эти подробности, обращая внимание только на внешний антураж звездной жизни. Дорогие наряды, шикарные машины, яхты на фоне славы, ничего не делания и просто прожигания жизни. О бессмысленной и суетной богатой жизни в Библии говорится как о траве. Восходит солнце, настает зной, и зноями сушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Иакова 1.11 Пошлая жизнь ведет не только к физическому краху, но и к духовному. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. Притчи 5.11 Бог стремится оградить нас, своих детей, от всего, что могло бы владеть нашим сердцем и развращать душу. В послании к Ефесянам 5.3 говорится о том, что блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Однако блуд очень широко приветствуется в глянцевых изданиях. Вот, например, ответ солиста группы «Расмус» Лоури в эксклюзивном интервью журналу. «Я люблю секс и алкоголь и надеюсь не попасть за это в ад. Кладбище – это круто, там ощущаешь дух мертвых. В каждом из нас живет дьявол, даже во мне». Подобный пример, конечно, нельзя назвать типичным для глянцевых журналов. Но сам факт, что подобные вещи появились в этом журнале, разве не говорит о том, что ничего духовно здорового там и быть не может? Глянцевые журналы однозначно являются врагом христианских ценностей. Уже хотя бы потому, что этих ценностей там и в помине нет. В одном из номеров «Космополитен» читательницам рекомендуется перед Новым годом выкинуть из дому что-нибудь ненужное. В числе ненужного оказалась и миссионерская позиция, то есть духовная литература. Она из корректности не названа макулатурой, но на это намекается, когда говорится, что ее полезно выкинуть скорее из головы, чем из квартиры. Глянец кишит гороскопами, советами фэншуя и другими наставлениями, типа «Как завести роман с достойным мужчиной», «Как себя вести с бывшими партнерами» и так далее. Внимание читателя постоянно обращается на низменные сферы жизненных интересов. Без конца подогревается интерес к запретному плоду. Ему дают понять, что ничего другого в жизни не существует, что именно это круто, стильно, прикольно. Также в глянцевых журналах заметна некая директивность по отношению к читателю, то есть повелительный тон. Например, в одном из номеров «Космополитен» в разделе «Мода и красота» даются следующие советы. В этом месяце обязательно мечтай. Устройте с подругами девичник. Примерьте все свежекупленные наряды – воздушные, белые, сексуальные, шелковые, смелые. Обсуждайте планы, сплетничайте и просто мечтайте. В начале весны этим заниматься особенно приятно. Заряжайся энергией. Самый простой способ сделать это – примерить новый модный макияж. И так далее, и тому подобное. В таком стиле написан весь журнал. Из этого нетрудно сделать вывод, что издание имеет своей целью сделать из вас человека, зацикленного на своей внешности, и при этом далеко не целомудренного. В Библии есть множество примеров, к чему приводит блудодейное поведение красавиц. Вот одна из историй, повествующая о блудных женщинах, которые отождествляются с Иерусалимом. Это книга пророка Исаии, 3 глава, 16 стиха. И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги и ожерелья, опахала, увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, платки и кошельки, светлые, тонкие епанчи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Быть самим собой труднее всего. Мы живем в обществе полным стереотипов, и нарушить эти стереотипы означало бы быть не таким, как все, а следовательно, пойти против всех. Опасность, сопровождающая такую борьбу, под силом далеко не каждому. Вот почему естественное желание слиться с толпой, в конце концов, возьмет вверх, если у человека нет сильных убеждений. Подражать, сравнивать, поклоняться – это навязчивые стремления, которые помогают присоединиться к определенной группе. Поэтому существует популярная и элитарная мода. Популярная – значит бессознательно слиться с толпой ради своей безопасности. При этом человек неминуемо потеряет уникальность, данную ему богом. Элитарная – это подражание богеями с целью приблизиться к ней, а также выделиться из общей массы. В журнале «Космополитен», например, есть даже свой стандарт, под который стремятся подогнать читательниц. На страницах регулярно пишут, что должна в эту минуту делать девушка-космо. В одном из номеров она нарушает правила, дарит себе белье и не спешит с выходом замуж. Человеку становится мало того, что он имеет. Он жаждет примерять к себе чужие наряды, драгоценности, машины, деньги, статус. На эту страсть и работает целая сеть гламурной индустрии глянцевых журналов. Из законодателя моды для среднего потребителя глянец постепенно превратился в законодателя нравов и ценностей. Какие же ценности пытается навязать нам глянец? В первую очередь, это освобождение любого инстинкта. Тысячи высокооплачиваемых людей, работающих на различные монополии, проводят сложнейшие исследования наших с вами потребностей. Человеческие инстинкты очень серьезно изучаются. Но что такое на самом деле инстинкт? В обществе это то, чем можно оправдать любой грех. Кажется невероятным, но это так. Блуд, один из самых тяжелых по последствиям грех, повсюду оправдывается инстинктом продолжения рода. Эгоизм, враждая жадность, инстинктом самосохранения. Христианство видит инстинкт как зло. Что такое апокалипсис? Конец света наступит тогда, когда весь мир будет жить на основе инстинкта. Тогда человеческое общество превратится в волчью стаю. Глянцевая индустрия является прямо-таки рассадником эгоизма. Вы никогда не замечали, что после перелистывания глянцевых журналов часто возникает острое желание приобрести для себя что-то роскошное или, например, скупить полмагазина косметики? Мысли о телесном, желания угождать своему телу еще надолго задерживаются в нашем сознании. Кажется, что даже ценность человека после этого начинает измеряться тем, как много он о себе заботится. Это тоже инстинкт самосохранения. В глянцевых журналах вы никогда не найдете статей, которые бы популяризировали всепрощение, любовь к врагу, служение людям, самопожертвование. Вы увидите только любовь к себе, вечное стяжательство, соперничество, ревность. В Библии же говорится, пусть никто не заботится только лишь о том, чтобы ему было хорошо. Заботьтесь более о благе других. Следующими немаловажными ценностями глянца выступают роскошь и статус, которым каждый якобы должен стремиться. Глянец пытается навязать человеку желание, которого у него нет, чтобы продать ему тот или иной товар. У вовлеченного в этот круг должны возникать все новые и новые потребности. Правильно кто-то сказал, что глянец – это праздник, который всегда с другими. Но, по правде говоря, глянец – это маркетинг, это деньги. Редакция продает те ценности, которые выгодно дополняют гламурную рекламу. Однако и в этом есть некий парадокс. Ведь достаточно просмотреть рекламу в каком-нибудь из гламурных журнальчиков, и сразу станет ясно – такая жизнь тебе не по карману. И не только тебе, а большинству читателей. Вот как о гламуре пишет гламурное же издание. Гламур – это улыбка, засвечивающая фотопленку. Это простые стрижки стоимостью в три нуля после первой цифры. Это незатейливая платьица, собственноручно сшитая великими кутюрье. Это потертые сумочки, выпущенные в Париже именными сериями. Какая же функция подобной роскошной рекламы? Она рассчитана на то, чтобы читатель стал постепенно зависимым от шикарной жизни. Он не может себе позволить так жить, но может позволить себе постоянно наблюдать за ней, будто бы в щелочку, покупая все новые и новые журналы. Человек живет в своих мечтах чужой жизнью, постепенно обрекая свою личную жизнь на провал. Христианство видит в таком образе жизни идолопоклонство. Имеется в виду поклонение чужому успеху, постоянное желание быть не собой, а кем-то другим. Таким образом, человек пренебрегает тем планом полноты жизни, который Бог желает исполнить для нас. Христос сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». План Бога для нашей жизни намного совершеннее любой красивой светской жизни, потому что Бог желает обеспечить нас всем необходимым богатством и, в первую очередь, духовным. У Него есть власть над всеми богатствами мира. В Библии говорится, «Господь делает нищими и обогащает, унижает и возвышает». Но главная цель Бога – сделать нас духовно богатыми людьми через веру в Иисуса Христа. В Писании сказано, «Не копите себе богатства на земле, где их портит моль, ржавчина и где воры могут обкрасть ваш дом. Копите лучше богатства на небесах, где их не испортит ни моль, ни ржавчина и куда не сможет проникнуть никакой вор. Где твое богатство, там будет и твое сердце». А также о горнем помышляйте, а не о земном. Со всего этого важно сделать вывод. Инстинкты оправдывают наш грех перед грешным же обществом, но не перед Богом. Господь создал каждого из нас уникальным и неповторимым. Мы особенные уже потому, что Он имеет для нашей жизни удивительный замысел. Нам не нужно пытаться повторять за другими их успех, копировать их стиль. Тем более, что кроме ошибок повторить ничего не удастся. Действительно стильным будет только тот человек, который понимает свою уникальность и ценность в глазах Бога. И только когда нашим стилем станет Бог, мы будем действительно успешны. Мы привыкаем жить земным. И представления не имеем, что ждет нас там, за смертной дверью, хоть с каждым днем к ней ближе мы. Нас вовсе не волнует то, зачем мы здесь, куда уходим. И безразлична нам свобода, что обещается Христом. И попытаться не хотим, постигнуть это чудо верой, что Он воскрес из мертвых первой, чтобы воскресенье дать другим. Пусть, как сквозь тусклое стекло, земным умом взглянув на небо, вдруг пожелать, как нищий хлеба, найти спасенье у Него. И в равнодушии к себе живем, как черви, тленным прахом, без сожаления и страха, границей жизни выбрав смерть. Нам Бог и Вечность не нужны. Спешим к забвенью, не поверив, что ждет нас суд за смертной дверью, когда живем мы лишь земным. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 С развитием интернет-технологий и образовательных электронных ресурсов модным, а в последнее время просто необходимым, стало наличие в доме компьютера с обязательным подключением к скоростному интернету. Пользы от интернета действительно много. Интернет-образование достаточно удобно. Не выходя из дома, можно выучить язык, освоить историю своей страны, даже получить ученую степень. Можно просто узнать прогноз погоды или почитать новости. Не говоря уже о коммуникации. Переписка с друзьями посредством электронной почты и общения в режиме онлайн. Нынешнее поколение детей и подростков все больше времени проводит в интернете и общается чаще в виртуальном мире, нежели в реальном. Если раньше родители не могли затащить детей домой с улицы, то теперь, если дома есть компьютер и интернет, детей уже не оттащишь от компьютера. С одной стороны, это хорошо, так как родителям не надо переживать за детей, они всегда рядом. Но с другой стороны, дети не познают ценностей настоящего общения, и потом, уже будучи взрослыми, им будет нечего вспомнить, кроме названий всевозможных сайтов. Тем более, нынешний интернет просто переполнен порнографией и различными рекламными блоками, на которых размещена информация, не предназначенная для восприятия детским умом. Ведь хотя уровень компьютерной грамотности растет, многие родители попросту не разбираются в подводных камнях сети для их чат. 76% родителей даже не интересуются, какие интернет-страницы посещает их ребенок. Только 18% взрослых проверяют, какие сайты посещают их дети. При том, что 87% родителей считают, что должны обучать детей правилам безопасного пользования сетью. Согласно статистике правоохранительных органов США, 70% преступников, осужденных по преступлениям, связанным с сексуальной эксплуатацией детей, использовали интернет. А каждый пятый ребенок подвергается сексуальному домогательству в онлайн-чатах. И это лишь одна из опасностей. Часто преступники выведывают номера банковских карточек родителей или узнают, когда никого не будет дома, например, когда семья поедет в отпуск, чтобы без риска взламывать квартиры. Британский правозащитник на конференции в Варшаве продемонстрировал серьезность проблемы. Он создал свой аккаунт на популярном ресурсе Facebook с минимальными сведениями о себе и потратил два дня на массовую рассылку запросов другим пользователям с целью познакомиться. Через два дня у него было уже более двух сотен друзей младше 18 лет с подробными личными данными, вплоть до домашнего адреса и телефона. И еще немного статистики. 28% детей, увидев в интернете рекламу алкоголя или табака, хоть раз пробовали их купить. Еще 28% готовы переслать свои фотографии незнакомцам в сети. 22% детей периодически попадают на порно-сайты. Без колебаний соглашаются сообщить информацию о себе и своей семье, места жительства, профессии и график работы родителей, наличие в доме ценных вещей, 17% детей. Отправляют платные СМС за бонусы в онлайн-играх, не обращая внимания на их стоимость, 14% юных пользователей. И 11% через интернет пытались купить наркотики. Подумайте над этими цифрами, дорогие родители, если вы решили дома подключить интернет, и ваш ребенок умеет пользоваться компьютером. По данным исследования, в США каждые 39 минут производится новое порно-видео. Порнографическая индустрия огромная и постоянно развивается. Из общего объема около 12% сайтов являются чисто порнографическими. Порнография в сети представляет реальную опасность для подростков. Причем совсем не обязательно ребенку по собственной инициативе посещать взрослые в кавычках сайты. 80% подростков непреднамеренно сталкиваются с порнографией в сети. Чаще всего он ненароком открывает страницу с порнографическими изображениями, неправильно набрав адрес, открыв письмо в собственном электронном ящике, присланной от незнакомца, щелкнув по всплывающему баннеру, сообщающему, например, что пользователь выиграл миллион, и прочее. Постоянное навязывание откровенностей может, наконец, развить желание все чаще посещать «развлекательные» ресурсы, что в конечном счете означает зависимость, от которой самому порой достаточно сложно избавиться. Многие взрослые люди попали в зависимость от порна. Но сколько же опасно это явление для детей с еще не окрепшей психикой и не сформировавшимся отношением к моральным ценностям? Еще одной опасностью сети являются так называемые интернет-домогательства. Недавние исследования показывают, что подростки, которые дают о себе подробную информацию в чатах и на форумах, гораздо чаще страдают от онлайн-домогательств, чем те, кто ограничивается общими данными. По словам психологов, многие родители плохо знакомы с интернетом и часто не знают, какая опасность подстерегает там их детей и от какой опасности нужно оградить своих сыновей и дочерей. Основной совет детям и родителям – не давать личной информации о себе в общении с незнакомцами и не переписываться с ними. И это не просто перестраховка. Около 9% детей, которые посещают различные сайты, становятся объектом домогательств со стороны взрослых. Около 13% ежегодно вовлекаются в нежелательные разговоры на сексуальные темы. К формам потенциально опасного поведения специалисты относят разглашение личной информации посторонним лицам, комментарии на сексуальные темы и оскорбления, комментарии, содержащие ненормативную лексику, встречи с людьми, с которыми познакомились в сети, разговоры на интимные темы с незнакомцами, посещение сайтов, предназначенных для взрослых. По мнению специалистов, родители должны знать не только, с кем их дети проводят время вне сети, но и то, с кем общаются в интернете. Каким же образом родители могут защитить своих детей от опасностей интернета? Они, как никто другой, могут контролировать поведение ребенка, а также следить за всеми действиями, которые совершаются в процессе пользования интернетом. Специалисты говорят о том, что если ребенок что-то скрывает, то обычно мудрые родители могут почувствовать, что что-то не так. Это хрупкое равновесие между доверием и контролем. И мудрые те родители, которые пытаются обсудить это с ребенком, особенно если тот находится в подростковом возрасте. А сейчас несколько советов родителям. Компьютер должен находиться в зале или общей комнате, а не в комнате ребенка. Компьютер должен использоваться для обучения. Будьте осведомлены о том, как ваш ребенок использует компьютер. Расспросите своего ребенка о его интернет-друзьях. Приобретите программу, которая будет блокировать нежелательные сайты для взрослых. Педофилы используют подростковые чаты, чтобы найти там потенциальную жертву. Не разрешайте вашему ребенку давать какую-либо персональную информацию в чатах. Чаты позволяют общаться один на один. Не разрешайте своим детям участвовать в таких беседах. Убедитесь, что ваш ребенок рассказывает обо всем необычном, что он увидел в интернете. И, конечно, что он никогда не отвечает грубо или оскорбительно по электронной почте. Убедитесь, что ваш ребенок знает о том, что очень опасно встречаться в реальности с теми людьми, с которыми они разговаривают в интернете. Не позволяйте своему ребенку посылать или получать картинки по интернету от тех людей, с кем вы лично не знакомы. Не позволяйте вашему ребенку использовать интернет поздно ночью. И в заключение хочется добавить. Дорогие родители, не забывайте о совместной молитве с детьми и наставлении их в Божьем Слове. Все вышеперечисленные советы будут бесполезны, если наши дети не будут почитать Бога в своем сердце, если в глубинах их сознания не будут предостережением звучать слова Библии, если наша жизнь, как родителей, не будет для них авторитетом и примером для подражания. Пусть Господь даст нам все мудрости в том, чтобы направлять наших детей к Нему, потому что в мире с Богом и в правильных отношениях с Ним весь смысл человеческого бытия. Да хранит тебя Бог Среди ночи и дня Да хранит тебя Бог Вдалеке от меня Да хранит тебя Бог Среди стольких дорог Среди стольких печалей Обид и тревог Знаешь, что не стоит Переживать, когда Он рядом И унывать, когда Он близко Слышишь, важно Что ты помнил В своих руках тебя Он держит И приведет тебя к надежде Вечной славы Может, в жизни когда-нибудь Ты им пренебрег Он забудет это все Да хранит тебя Бог Может быть, не один От тебя был упрек Он забудет это все Он забудет это все Да хранит тебя Бог Знаешь, что не стоит Переживать, когда Он рядом Переживать, когда Он рядом И унывать, когда Он близко Слышишь, важно Что ты помнил В своих руках тебя Он держит И приведет тебя к надежде Вечной славы Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу Звоните нам по телефону 663-178-617 Пишите на электронный адрес tmrbarcelona-hotmail.com Или приходите к нам в церковь Которая находится по адресу Карер Санте-Усеби 54 Метро 3-я линия Остановка Фонтанна Или 7-я линия Остановка Плаца Малина Каждое воскресенье Мы рады будем увидеть вас Веры вам и добра!